здравствуйте мы продолжаем с вами говорить о растворах тема сегодняшней лекции теория кислот и оснований согласно теории аримиуса кислота образует ионы водорода любая кислота при диссоциации образуют ионы водорода основание арениус рассматривал как сложное вещество которое в качестве анионов при диссоциации образует гидроксид иона соответственно амфотерное основание амфотерное вещество амфолит одновременно образует ионы водорода и гидроксид иона воду мы рассматриваем как амфолит. Она при диссоциации образует как ионы водорода, так и гидроксиды иона. Соответственно, реакция нейтрализации между кислотой и основанием сводится к связыванию гидроксид ионов и ионов водорода с образованием малодиссоцирующего соединения воды. Ограниченность теории Ариниуса состоит в том, что существуют вещества, которые проявляют основные свойства, но при диссоциации при этом не образуют гидроксид ионов. Например, аммиак. Всем известно, что водный раствор аммиака это слабое основание, но при диссоциации мы видим, что в формуле единицы аммиака нет гидроксид ионов. Ну и кроме того, теория Ариниуса применима только для водных растворов. Следующая теория, которая объясняет кислотно-основные свойства вещества, была теория Брэнстеда и Лоурия. Кислота в этой теории, так же, как и в теории Ариниуса, рассматривалась как донор протонов, а основание как акцептор протонов. При взаимодействии кислоты с основанием образуется, соответственно, кислота превращается в сопряженное основание, а основание превращается в сопряженную кислоту. Например, конкретно реакция соляной кислоты и аммиака. Кислота это донор протонов, а акцептор это, вернее, основание это акцептор протонов. Значит, в этой реакции протон от кислоты переходит к основанию. При этом соляная кислота превращается в сопряженное основание ион хлора, который в свою очередь тоже может выступать в качестве акцепторов протона. Соответственно, основание аммиак превращается в сопряженную кислоту ион аммония. Сопряженная кислота тоже так называется, потому что при определенных условиях она тоже может диссоцировать с образованием протона. Рассмотрим реакцию вода и аммиак. В данном случае аммиак – это акцептор протонов, то есть основание кислотой в данном случае выступает молекула воды. Протон от воды переносится к аммиаку. Вода превращается в гидроксид ион, сопряженное основание, а аммиак, основание, принимая протон, превращается в сопряженную кислоту ион аммония. Если мы рассматриваем взаимодействие воды с соляной кислотой, то вода, как амфолит данной реакции, будет проявлять основные свойства. То есть она будет являться акцептором протона. Протон от соляной кислоты переходит к основанию, превращаясь в сопряженную кислоту. А кислота соляная, отдавая протон, превращается в хлорид ион, то есть в сопряженное основание. Однако эта теория тоже имела ряд своих ограничений, в частности, что она работала только в водном распори. Следующая теория, которая дополняет вышеуказанная теория кислоты основания, является электронная теория Льюиса. В этой теории основание рассматривается как донор электронной пары, а, соответственно, кислота – это акцептор электронной пары. В качестве донора электронной пары могут выступать различные вещества, такие как, например, аммиак, фосфин, галогены, спирты, простые эфиры и т.д. Основания Брэнстеда Лури – это одни и те же частицы. Рассмотрим реакцию протонирования аммиака. Аммиак на азоте имеет неподеленную электронную пару электронов, следовательно, это основание. Ион водорода, как мы знаем, имеет вакантную орбиталь, то есть это акцептор электронной пары. При этом взаимодействие образуется от доктора Льюиса ион NH4+. Кислота, согласно теории Льюиса, как я уже сказала, это акцептор электронной пары, то есть ион, который имеет вакантную орбиталь. В качестве кислот могут выступать ионы водорода, ионы аммония, различные катионы металлов, ион гидроксония также. Вода является слабым электролитом, как уже было сказано выше, и при диссоциации она образует некоторое количество ионов водорода и гидроксид ионов. Но поскольку это слабый электролит, то диссоциация, ее есть термодинамический равновесный процесс, поэтому мы смело можем применить закон действующих масс и написать выражение константы равновесия, которое, как мы уже знаем, будет называться константой диссоциации. Итак, константы диссоциации воды – это произведение равновесных концентрационных водородов и гидроксид ионов, деленное на равновесную концентрацию непродиссоцировавшей воды. Если мы умножим обе части уравнения на аналитическую концентрацию воды, то у нас получится следующее выражение. Константы диссоциации, умноженная на равновесную концентрацию воды, равна произведению концентрации ионов водорода и гидроксид ионов. Подставляя значение константы диссоциации выражения вода и аналитическую концентрацию воды, мы получаем значение 10 в минус 14 степени. Вот это выражение произведения равновесных концентраций ионов водорода на гидроксид ионы равно 10 в минус 14 степени при температуре 25 градусов Цельсия называется ионным произведением воды. Если мы прологарифмируем каждый член этого выражения, то возьмем отрицательный диссоциальный логарифм от концентрации ионов водорода, диссоциальный диссоциальный логарифм от концентрации гидроксид ионов и отрицательный диссоциальный логарифм от этого числа, мы получим следующее выражение. Отрицательный диссоциальный логарифм от концентрации ионов водорода называется PH. Отрицательный десятичный логарифм от концентрации гидроксид ионов называется, соответственно, ПОН. Отрицательный десятичный логарифм от этого числа будет 14. То есть мы получили тоже ионное произведение воды, только уже в логарифмической форме. ПОН равняется 14. Таким образом, о кислотности или основности среды мы можем судить не по реальным значениям концентрации, допустим, ионов водорода или гидроксид ионов, а по значению ПОН или по значению ПОН. Исторически так сложилось, что за показатель кислотности раствора принята шкала ПОН. Ну, вот здесь еще раз вынесена запись, что ПОН – это отрицательный логарифм концентрации ионов водорода. Ну, соответственно, ПОН – отрицательный логарифм концентрации гидроксид ионов. Значит, сумма ПОН и ПОН равна 14. Следовательно, шкала ПОН у нас постирается от 0 до 14. Кислой областью считается область ПОН от 0 до 7. Ну, соответственно, мы можем выделить сильную кислую область – это значения ПОН 0, 1, 2. И, допустим, слабокислые – это ПОН 5 и 6. ПОН равной 7 характеризует нам нейтральное значение ПОН. И, наконец, щелочная среда характеризуется значением ПОН больше 7. Ну, соответственно, тоже можно выделить слабую щелочную – это ПОН 8, 9, и сильную щелочную – 13, 14. Спасибо. 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 В растворах сильных кислот и оснований. Концентрация ионов водорода, поскольку сильный электролит диссоциирует нацело, полностью совпадает с аналитической концентрацией кислоты. Здесь мы видим, что соотношение количеств веществ ионов водорода и соляной кислоты один к одному. Поэтому для того, чтобы рассчитать ПОН в растворе сильной кислоты, в данном случае соляной кислоты, мы приравниваем концентрацию ионов водорода к исходной концентрации кислоты. Таким образом, ПОН равен отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода. Ну, соответственно, чтобы рассчитать ПОН, мы из 14 отнимаем ПОН значение. Аналогичным образом рассчитывается ПОН в растворах сильных оснований. Только здесь вначале следует рассчитать ПОН, поскольку при диссоциации оснований у нас образуются ионы ОН-. Значит, соотношение количества веществ, гидроксид ионов и щелочи одинаковое, поэтому ПОН равно отрицательный логарифм концентрации гидроксид ионов, и мы можем приравнять это к отрицательному логарифму концентрации щелочи. Таким образом, мы рассчитываем с вами значение ПОН, а затем через формулу ионного произведения воды мы выходим на значение ПОН. В слабых кислотах для того, чтобы рассчитать, значение ПОН, если у нас речь идет о слабых основаниях, мы немножко идем другим путем. Для начала мы записываем выражение константа диссоциации. В данном примере мы рассматриваем расчет ПОН в растворе слабой уксусной кислоты. Записываем уравнение диссоциации уксусной кислоты, затем математическое выражение константы ее диссоциации. Значит, константа диссоциации уксусной кислоты – это произведение равновесных концентраций ионов водорода и ацетат иона, деленное на аналитическую, на непродиссоцировавшую часть молекулы уксусной кислоты. Мы видим из уравнения диссоциации уксусной кислоты, что концентрация ионов водорода и ацетат иона одинакова. А концентрация непродиссоцировавшей части уксусной кислоты мы можем считать приблизительно равной исходной аналитической концентрации кислоты, так как очень небольшая часть молекул подвергается диссоциации в водном растворе. И таким образом из математического выражения у нас получается выражение константа диссоциации равна, здесь можно записать квадрат иона, либо ацетат иона, либо иона водорода, деленное на аналитическую концентрацию уксусной кислоты. Отсюда выражаем концентрацию ионов водорода, это корень квадратный из произведения константа диссоциации и концентрации уксусной кислоты. И таким образом находится pH. А затем из ионного произведения воды мы выходим на значение pOH. Такие задачи у нас будут с вами на практических занятиях. Аналогичным образом рассчитывается значение pOH в растворах слабых оснований. То есть мы тоже вначале пишем уравнение диссоциации, затем математическое выражение константы диссоциации, и из выражения константа диссоциации мы выражаем равновесную концентрацию гидрокситионов. И далее находим pOH, а затем через ионное произведение воды pH. Спасибо. Спасибо. Давайте отметим в себе значение pH некоторых биологических жидкостей. Например, pH плазмы крови составляет 7,4. На самом деле тут диапазон 7,35-7,4. Это величина постоянная. Сдвиги pH крови как в кислую область, так и в щелочную область приводит к необратимым изменениям в организме. Соответственно, сдвиг pH крови в кислую область, например, даже 7,28 – это уже аномалия. Это состояние называется ацидоз. Является следствием каких-либо патологических процессов, протекающих в организме человека. Например, тяжелые формы сахарного диабета, ишемическая болезнь в сердце сопровождаются ацидозом. И аналогичным образом может происходить при некоторых заболеваниях смещение pH плазмы крови в щелочную область, например, 7,45 – 7,5. Это состояние называется алкалозом. Также оно является следствием некоторых заболеваний. Например, тяжелые поражения печени, сироз печени, алкогольное отравление сопровождаются алкалозом. Детельный алкалоз или ацидоз может привести к летальному исходу. Поэтому это состояние необходимо устранять. Раздействие прежде всего на источник ацидоза или алкалоза. То есть, как я уже сказала, это следствие каких-либо патологических процессов в организме человека. Давайте еще посмотрим. Здесь указаны pH желудочного сока. Мы видим, что pH достаточно низкая, что говорит о сильно кислом характере желудочного сока. pH мочи лежит уже в более широком диапазоне до 4,8-7,5. То есть, слабо кислый имеет реакцию среды. Теперь давайте рассмотрим с вами решение конкретной задачи. Потому что такие задачи мы будем рассматривать на практических занятиях. И такие задания будут у нас в контрольной точке. Итак, первый пример. Нам нужно рассчитать pH и pH раствора уксусной кислоты. Концентрация уксусной кислоты 0,1 моль на литр. И нам еще дана степень диссоциации α. Если дана степень диссоциации, то мы решаем, используя законы разбавления Освальда. Если бы нам была дана константа диссоциации, мы бы решали задачу так, как было показано на предыдущем слайде. Через математическое выражение константа диссоциации. Начинаем решение задачи, как обычно, в этих случаях с уравнения диссоциации слабого электролита. Далее. Используя закон разбавления Освальда, мы рассматривали его на предыдущей лекции. Закон разбавления Освальда. Для того, чтобы рассчитать концентрацию ионов водорода, раз у нас дана степень диссоциации, мы можем умножить аналитическую концентрацию 0,1 на степень диссоциации. И таким образом мы получим концентрацию ионов водорода в растворе. Значит, производя эти математические действия несложные, мы получаем значение 0,012 или 1,2 на 10 минус третьей степени моль на литр. Ну и, соответственно, зная концентрацию ионов водорода, мы можем с вами посчитать значение pH. И затем выйти через зеленое произведение воды на, соответственно, на ПОН. Можно решать эту задачу также через выражение константы диссоциации уксусной кислоты. Мы записываем математическое выражение константа диссоциации. Так, и, значит, выполняя необходимое преобразование, то есть видим, что концентрация ацетата ионов и ионов водорода одинаковая, поэтому в числителе мы можем записать вместо произведения этих концентраций концентрацию какого-либо одного иона в квадрате. Ну, нам, конечно, интереснее концентрацию ионов водорода всех, потому что мы будем потом рассчитывать по H. Значит, концентрацию ионов водорода в квадрате мы делим на концентрацию уксусной кислоты. Ну, и выражаем из этой формулы концентрацию ионов водорода. То есть это будет квадратный корень из произведения константа диссоциации на концентрацию кислоты. И получаем значение 1,2 на 10 в минус третьей степени. Значит, как мы видим, и в первом, и во втором способе решения задачи концентрации ионов у нас одинаковые. Ну, и затем, зная значение концентрации ионов водорода, мы можем посчитать pH, взяв отрицательный логарифм от этого значения. Значит, у нас получается pH данного раствора 2,92. Следующая часть нашей лекции будет посвящена буферным растворам. Значит, что это такое? Это система, буферный раствор, pH которого остается неизменным при добавлении небольших количеств сильного основания или сильной кислоты. Значит, ну, вот здесь условно записана кислота HA. Значит, она диссоциируется с образованием ионов водорода и анионов кислотного остатка и взята или слабое основание. Значит, соответственно, BH+. Значит, мы берем либо слабую кислоту и ее соль, либо слабое основание и, соответственно, его соль. Давайте на конкретном примере, чтобы было понятно, рассмотрим классификацию буферных растворов. Значит, как я уже сказала, буферные системы или буферные растворы представляют из себя растворы слабой кислоты и соли, либо слабого основания его соли. Значит, если мы берем систему слабая кислота и ее аминьон, например, ацетатный буфер состоит из смеси, да, уксусной кислоты, она слабая, и, соответственно, соли уксусной кислоты, ацетат натрия. Значит, приблизительная область ПАЖ этого ацетатного буфера составляет 3,8-5,8. Карбонатный буфер состоит из слабой кислоты, угольной кислоты, иногда ее записывают в виде обликислого газа и воды, и, соответственно, ее кислой соли, гидрокарбоната натрия. Область ПАЖ данного буфера составляет 5,4-7,4. Ну, из основных буферов типичный пример аммиачного буфера служит. Значит, это слабое основание аммиак и его соль, хлорид аммония. Значит, ПАЖ такой буферной системы лежит в диапазоне 8,2-10,2. Буферные растворы очень часто используют в аналитической практике, когда для того, чтобы прошла реакция, необходимо поддержание постоянства ПАЖ среды. То есть в этом случае используют буферный раствор. Также выделяют еще фосфатный буфер, значит, который состоит из смеси кислой и средней соли. Фосфатный буфер и карбонатный буфер. Значит, смотрите, здесь карбонатный буфер состоит из карбоната натрия и его кислой соли. Так, и фосфатный буфер тоже состоит из смеси двух кислых солей – гидрофосфата натрия и дегидрофосфата натрия. В последнем случае роль кислоты выполняет более кислая соль. В данном случае здесь роль кислоты слабо выполняет тоже кислая соль. Соответственно, дана область ПАЖ этих буферных систем. Продолжение следует... Также в качестве буферных растворов могут быть использованы ионы и молекулы амфолита. Например, такие биологические жидкости, как гемоглобин и оксигемоглобин, тоже являются своего рода буферными системами. Значит, соответственно, здесь окисленная и восстановленная форма гемоглобина. В самом начале, когда мы давали характеристику буферной системы, я говорила, что в буферных системах ПАЖ остается неизменным при добавлении небольшого количества сильной кислоты или сильного основания. Давайте сейчас рассмотрим механизм этого буферного действия. В качестве примера возьмем ацетатный буфер. Как уже было сказано выше, ацетатный буфер состоит из смеси слабой уксусной кислоты и ее натриевой соли. Запишем диссоциацию самой кислоты и ее соли. Что происходит, когда мы в систему добавляем небольшое количество сильной кислоты? Значит, мы с вами знаем из предыдущих теорий кислоты оснований, что кислота – это донор протонов, согласно теории Ариниса. Значит, при добавлении сильной кислоты в системе у нас наблюдается избыток вот этих вот протонов. Эти протоны будут сразу же связываться ацетат ионами. Вот видите, у нас основной поставщик ацетат ионов – это ацетат натрия. Значит, вот эти вот протоны будут связываться ацетат ионами с образованием слабого электролита, уксусной кислоты. Если мы в эту систему буферную добавим избыток сильного электролита, например, щелочи, а щелочь с позиции теории Ариниса – это донор гидроксид ионов. Что происходит в этом случае? В этом случае происходит связывание тоже этими вот этих вот гидроксид ионов протонами, которые у нас образуются при диссоциации уксусной кислоты. То есть, когда мы добавляем избыток гидроксид ионов, равновесие смещается вправо. То есть, образующаяся вода является более слабым электролитом, чем уксусная кислота. Поэтому равновесие будет смещено в сторону образования воды. Таким образом, идет связывание гидроксид ионов. Поэтому, как уже было сказано выше, добавление небольших количеств сильной кислоты или сильного основания свяжет вот эти вот ионы. И таким образом, pH буферной системы останется неизменным. Значение pH в буферной системе можно рассчитать по уравнению Гендерсона-Гиссель-Баха. Отметьте себе его, пожалуйста. Значит, pH в буферной системе, если мы рассматриваем кислую буферную систему, равно pk – это отрицательный логарифм константа диссоциации кислоты. Мы складываем с логарифмом частного от концентрации соли и концентрации кислоты. Для конкретного буфера, например, для ацетатного буфера, pH этой буферной системы – это отрицательный логарифм константа диссоциации уксусной кислоты и логарифмом концентрации ацетата натрия делённой на концентрацию уксусной кислоты. Продолжение следует... Если наша буферная система основная, допустим, аммиачный буфер, в данном случае pH рассчитывается тоже по уравнению Гендерсона-Гиссель-Баха, однако оно имеет уже немножко другой вид. Значит, для того, чтобы рассчитать pH основного буфера, мы из 14 отнимаем pkb – отрицательный логарифм константа диссоциации вот этого слабого основания, но в данном случае гидроксида аммония, и отнимаем логарифм отношения концентрации соли хлорида аммония к концентрации самого гидроксида аммония. Общая формула имеет вот такой вид. Продолжение следует... Продолжение следует... Соответственно, значение pH может поддерживаться буферной системой не бесконечно при добавлении небольших количеств сильного основания или сильной кислоты. Наступает такой момент, когда очередная поция добавленного сильного электролита кислоты или основания сместит pH системы на единицу. То есть вот эта способность поддерживать pH на постоянном уровне и до какого-то предела, а затем происходит смещение pH раствора на единицу, называется буферной емкостью. Обозначается она буквой B. Для буферной емкости по кислоте рассчитывается следующим образом. Малярная концентрация эквивалента кислоты умножается на объем добавленного сильного электролита и делится на произведение общего, общий объем буфера умноженное на дельта pH, то есть на разницу между конечным значением pH и начальным значением pH. Ну и аналогичным образом рассчитывается буферная емкость по основанию. Для нас представляет интерес рассмотреть, какие системы формируют буферную систему крови. В самом начале лекции я говорила о том, что значение pH крови остается неизменным в зависимости от возраста, от качества пищи, которую мы потребляем, и находится в пределах 7,35-7,4, за счет чего поддерживается постоянство pH. Прежде всего оно регулируется буферными системами крови. Значит, на этом слайде представлены основные компоненты буферной системы крови. 53% от роли участия в поддержании pH приходится на гидрокарбонатную или бикарбонатную буферную систему. Значит, напоминаю, что гидрокарбонатный буфер состоит из слабой угольной кислоты и ее кислой соли. 35% приходится на гемоглобиновую систему и где-то порядка 5% на фосфатную буферную систему. То есть вот эти вот все три буферные системы образуют так называемую буферную систему крови. И они участвуют в поддержании внутреннего гомеостаза. Спасибо. 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 Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.